Жанна спрашивает, говорит ли краснота рук о склонности к образованию тропов? Краснота рук, или так называемая пальмарная эритема, когда в области ладони возникает покраснение, связана с расширением поверхностных кровеносных сосудов, как правило, безболезненная, не чешется, симметричная, и выделяют два вида пальмарной эритемы, первичный вариант и вторичный. При первичной пальмарной эритеме огромную роль в развитии этого состояния играет наследственность. Второй вариант – это период беременности, и третий вариант – это неустановленная причина, так называемая идиопатическая пальмарная эритема. В связи с этим расскажу про вторичную пальмарную эритему, когда причиной ее развития могут быть самые разные внутренние патологии. Это и нарушения в работе печени, это и заболевания крови, например, гемохроматоз, это нарушения в работе щитовидной железы, сахарный диабет, прием некоторых лекарственных препаратов. Не забудем про вирусные инфекции, чаще всего у детей, краснеют активно ладошки, стопы. Это довольно активное и яркое проявление вирусной инфекции. И еще много-много-много других симптомов. Но среди них нет возможной взаимосвязи с тромбозом. Ну, если тромбозы, как правило, там другой цвет даже кожи. Она больше синюшная, чем красная. Спасибо, Светлана.